Глава 19. Сила для молитвы и труда. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Евангелие Иоанна 14 глава. Спаситель начал свое служение среди людей в Нагорной проповеди с той же самой темы, что и здесь, в его прощальном обращении в Евангелие Иоанна, тему молитвы. Но мы видим отличие. Нагорная проповедь направлена к ученикам, только что поступившим в его школу, едва понимающим, что Бог их отец, и их молитвы относились в основном к их нуждам. В своем заключительном обращении Иисус говорит с учениками, чей испытательный срок уже подходит к концу, готовыми, как его посланники, встать на труд вместо него. Первый урок Христа был такой. «Будьте как дети, молитесь с верой и доверяйте Отцу, дающему вам всякое благо». Здесь он оказывает на нечто высшее. Ученики теперь его друзья. Он передал им все, что он знал об Отце, а не его посланники, в чьи руки он вручил заботу о своем труде и о царстве на земле. Теперь они должны занять это положение, совершая дела даже больше, чем Христос, в силе его приближающегося прославления. Молитва должна быть каналом для обретения этой силы. С вознесением Христа к Отцу для них начинается новая эпоха как в труде, так и в молитве. Эта связь ясно выступает в нашем тексте у Иоанна в 14 главе. Как его тело здесь на земле, как те, кто с ним одно на небе, ученики теперь должны совершать дела больше тех, что он совершил. Их успех и их победы должны быть большими, чем у него. Христос называет две причины для этого. Во-первых, он идет к Отцу получить всю силу, и во-вторых, они смогут теперь просить эту силу во имя Его и ожидать ее. Потому что я к Отцу моему иду. И обратите внимание на это и, если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Его возвращение к Отцу имеет двойное благословение. Ученики все могут просить и получать во имя Его, и как следствие совершать великие дела. Это первое упоминание о молитве в прощальных словах нашего Спасителя дает нам два весьма важных урока. Кто хочет делать дела Иисуса, должен молиться во имя Его. Тот, кто молится во имя Его, во имя Его должен трудиться. В молитве обретается сила для труда. Будучи здесь, на земле, Иисус совершал великие дела. Весы, которых не могли изгонять ученики, выходили по Его слову. Он пошел к Отцу, Его больше нет здесь, в теле, чтобы трудиться непосредственно. Теперь ученики Его тела. Весь Его труд с престола на небе должен и может совершаться здесь, на земле, через них. Теперь, когда Христос ушел со сцены и мог трудиться только через посредников, можно было ожидать, что дела будут совершаться реже и слабее. Он же уверяет в обратном. «Истинно, истинно говорю вам, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Его приближающаяся смерть должна была разрушить силу греха. С Его воскресением силы вечной жизни должны были завладеть человеческим телом и обрести власть над человеческой жизнью. После Его вознесения Христос должен был получить силу и передать Святого Духа своему телу. «Единение между Ним самим на престоле и теми, кто на земле, должно быть мощным и божественно совершенным, что Он подразумевал как буквальную истину, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». И как эта истина была? Иисус за три года труда на земле собрал немногим более пятисот учеников, большинство из которых были так слабы, что от них было мало пользы для Его труда. Люди, подобные Петру и Павлу, творили гораздо большие дела, чем Он. С престола Он совершал через них то, что в Своем уничижении Он не мог творить на земле. Он мог просить Отца, получая и даруя новую силу для более великих дел. И то, что было истинно для учеников, истинно и для нас. Когда мы верим и просим во имя Его, приходит сила и наполняет нас, чтобы и нам совершать великое. Увы, как мало или совсем не видно силы, чтобы творить дела, подобные Христовым, не говоря уже о чем-то большем. На это может быть только одна причина. Нет веры в Него и молитвы с верой во имя Его. Каждое Дитя Божье должно усвоить этот урок. Молитва во имя Иисуса – это единственный путь стать причастным той могучей силы, которую Иисус получил от Отца для Своего народа. Только имея эту силу, верующий может совершать большие дела. На каждую жалобу о трудностях или неудачах Иисус дает один ответ. Верующий в Меня больше этих дел сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И что не попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если вы хотите совершать труды Иисуса, верьте и соединитесь с Ним Всемогущим. Затем молитесь молитвой веры во имя Его. Без этого наш труд будет всего лишь человеческим и плотским. Он может принести нам некоторую пользу, удерживая от греха или приготовляя путь к благословению, но реальной силы не будет. Действенный труд нуждается в действенной молитве. Второй урок следующий. Тот, кто молится, должен трудиться. Именно ради получения силы на труд молитва имеет такие великие обетования. Сила для действенной молитвы веры обретается через труд. Наш благословенный Господь повторяет не менее шести раз в Евангелии от Уана эти безграничные молитвенные обетования, которые вызывают беспокойные вопросы в связи с их реальным значением, есть ли чего, чего ни, о чем ни, просите и получите. Многие верующие прочитывали их с радостью и с надеждой, и в глубокой ревности души пытались просить о них по своей нужде и оставались разочарованными. Главная причина этому в том, что они вырывали обетование из его контекста. Господь дал замечательное обетование свободного использования его имени у Отца только в связи с совершением его дел. Ученикам, живущим только для труда Иисуса и для Царства, для его воли и чести, дана будет сила принять обетование. Всякий, обращающийся к обетованию только когда ему нужно что-то определенное для себя, будет разочарован, потому что он делает Иисуса слугой ради собственного комфорта. Но кто хочет молиться действенной молитвой веры, потому что он нуждается в этом для труда учителя, тот научится, так как сделал себя слугой господних интересов. Молитва не только учит и укрепляет для труда, но труд учит и укрепляет для молитвы. Это истина как в естественном, так и в духовном мире. Всякому имеющему дано будет больше. Лука 19, 26. Если в малом ты был верен, над многим тебе поставлю. Матфея 25, 21. С этой малой мерой благодати, что мы уже имеем, отдадим же себя учителю для его труда. Это будет настоящей школой молитвы. Когда Моисею пришлось взять на себя всю заботу о мятежном народе, он осознавал свою нужду, но также имел мужество смело говорить с Богом и просить у него великого. Исход 33, 12, 15, 18. Когда вы отдадите себя всецело Богу для его труда, вы почувствуете, что эти великие обетования – это точно то, что вам нужно, и что вы можете весьма уверенно ожидать не меньшего, чем их исполнение. Верующие вы Иисуса, вы призваны. Вам вручено делать дела Иисуса и даже большие. Он пошел к Отцу получить силу, чтобы отворить их в вас и через вас. «Помните его обетование. Чего не попросите во имя Мое, я то сделаю». Отдайте себя и живите, чтобы делать дела Христова, и вы научитесь, как получать удивительные ответы на молитву. Вы научитесь делать не только то, что Он делал, но и гораздо больше. Имея учеников полных веры в Него с дерзновением, просящих в молитве великого, Христос может завоевать весь мир. «Господи, научи нас молиться. О, мой Господь! И снова я слышу, как Ты говоришь о чем-то, что выше моего понимания. Мне остается только принять это и сохранять с простой детской верой, как Твой подарок мне. Ты сказал, что идешь к Отцу, и потому каждый верующий в Тебя сможет не только Твои дела сделать, но и больше этого. Господи, я поклоняюсь Тебе как прославленному и с нетерпением ожидаю исполнения Твоего обетования. Пусть вся моя жизнь будет единой непрерывной верой в Тебя. Освети и очисти мое сердце, сделая его чутким и восприимчивым к Тебе и к Твоей любви, чтобы вера в Тебя стала его биением. Ты сказал, что так как Ты идешь к Отцу, Ты сделаешь все, о чем бы мы ни попросили. Ты хочешь, чтобы Твой народ разделил Твою силу. С Твоего престола Ты хочешь трудиться через них, как через членов Твоего тела, в ответ на их молитвы с верой во имя Твое. Ты обещал нам силу в наших молитвах к Тебе и силу в нашем труде здесь на земле. Благословенный Господь, прости нас, что мы не верим Тебе и Твоему обетованию о большем. Из-за нашего недостатка веры у нас не получается показать, как Ты верен в исполнение этого обетования. Пожалуйста, прости нас, что мы так мало чтим Твое имя, всепобеждающее на небе и на земле. Господи, научи меня молиться, чтобы я дело мог оправдать, что Твое имя – это всемогущее у Бога, у людей и у бесов. Научи меня трудиться и молиться так, чтобы Ты мог прославиться и сделать через меня Твои великие дела. Аминь.